добра всем здоровья румалы всем доброе время суток тавын бахталы значит по поводу жеребенка молодого сашу который не знает уже за что цепляться форточки закончились ищет зов от посторонних людей на помощь зовет значит смотри сань обращение к тебе заслуживаешь такое внимание к тебе люди обращаются со всех стран мира как ты говоришь я по поводу того то что ту используешь злоупотребляешь злоупотребил моим доверием дружескими отношениями выпытал у меня как хороший опытный следователь основываясь на доверительных мотивах значит то выпытал у меня все что тебе нужно было воспользовался то что я был недоволен в споре с хоней да я был да на него злой бы был эмоциональным настроен на него не совсем доброжелательно и ты этим воспользовался значит смотри ты оказывается все наши личные разговоры которые происходили у нас по телефону записывал с целью для того чтобы потом выставить и как ты считаешь как в качестве компромата доказать что хоня такой плохой использую мои доверительные отношения к тебе я считаю это мое личное мнение это очень грязные вещи это очень грязные вещи то что ты делаешь это очень низко недостойно то что ты сейчас делаешь используясь на используя наши разговоры в защиту свою но хочу тебе сказать они тебе не помогут сань смотри а мы туса говорили это личные наши разговоры были тумане делился своем личном я тебе о своем мы говорили на разные предметы разговоры мы не только хоне говорили ну ты почему-то зацепился только за хоню мы говорили за нескольких разных людей ну тебе было интересно ходе то обратил внимание да я отец сказал что я на него недоволен был порлес злой злился огорчен сильно и много речей было высказано в его сторону где-то в каком-то смысле я его там оговорил но этот разговор а мы в прямом эфире выходили обговорили внесли ясность и закрыли его я попросил официально у него извинения за это мы закрыли этот вопрос также хоня в тех моментах где бывает неправ в отношении меня он также просит извинения у меня и между нами это нормальное явление это по-мужски где-то неправ по-братски попросил прощение что касается вот этих всяких моментов которые ты пытаясь донести людям мы этот вопрос убили он у нас закрыт но ты его поднимаешь заново для чего для того чтобы спасти себя саша ты не знаешь за что зацепиться чтобы спасти себя ты лично мне говорил что он тебя топит хочет снести стереть твое родословное и ты будешь всячески находить всякие компроматы моменты для того чтобы уничтожить посмотри ту сейчас причину нашел не ехать и получается в челябинс да по разным причинам выставляешь ауди записи мои еще что-то чего-то во первых я хочу убедиться в том то что ту последнюю запись который выставил в оригинале подлинности когда это был разговор при каких обстоятельствах мне нужен ответ самому лично убедиться это раз значит и во вторых то избежал москву ту избежал москву ту просил людей чтоб тебе в качестве гарантии вышли и сказали по челябинску тебе вышли сказали какая тебе разница кто люди бахтале серьезные они несли ответственность за эту встречу ту не ожидал от них то что заходим выйдут люди скажут приезжай свои чужие другие ту не ожидал ту другое придумал ту придумал совсем другое ту сказал что это люди уже заинтересованные так чем проблема своих людей предложи ту избежал также москву ту нашел причину избежать в москву вышел в эфир сказал румал и он назвал адрес и я уже ломаю сходку ту ломал сходку потому что то испугался ты лично мне разговоре сказал руслан если он с кем-то что-то придет 20 января в москву на который ты звал я вызову группу альфу поломают всех говорил говорил потом ту на него там готовил как мне показалось покушение на его жизнь ту лично сказал что его там побьют ему там нос побьют ему его побьют его там ожидает беда и проблема серьезная это для чего ты мне говорил чтобы я передал ходе чтобы ходе испугался ходе не испугался ходе приехал и двадцатого бы приехал если бы ты не отменил это все сейчас у тебя проблема по челябинску потом у тебя проблема по краснодару гоше ты везде ищешь форточки и пытаясь очень низко недостойно непорядочно использовать наши личные ауди записи свою защиту помнишь когда мы с тобой говорили я говорил саня я говорю сейчас на порыве эмоции я на него злюсь пусть этот разговор между нами останется по братски по товарищески ты мне дал слово что никаких выступлений не будет никаких моих разговоров которые с тобой по телефону были нигде озвучены не будет где твое мужское слово где твое достоинство это очень грязко и низко это очень низко и грязно то что ты делаешь это гадко это непорядочно ты наши личные разговоры выставляешь на публику так выставляй все в таком случае ты мне с тобой делился ты со мной делился о своей семье выставь ты мне угрожал перцем говорил что он придет с бутылками бензине обкидает мне дом и сожгет ты сказал руслан тебя сейчас пришли постреляли в твоем доме а следующий раз могут тебя изжечь себе перец мужик дом ты почему эти вещи не говоришь ты меня всячески шантажировал провоцировал запугивал чтобы я вышел в эфир и понаговорил на ходе ты зачем эти грязные вещи делаешь а людям представляешь себя интеллигентным воспитанным достойным мануш разве ты достойны в таком случае когда с тобой делится а почему ты не говоришь когда с тобой человек чем-то не согласен то ты его это пытаешься грязью облить ты также помнишь у тебя эфир был лично твой эфир как-то обливал грязью своего товарища васю велёнка ты помнишь говорил какой он плохой какой он сикой он всегда действует так куда ему выгодно где выгодно там и велёнок бывает это твои вещи были ли нет так же ты на меня сейчас говоришь так же ты говоришь на хоню прекращай искать форточки искать форточки ты их не найдешь они для тебя уже все закрыты давно на тебя вся страна как правильно выразиться проклятие наносит саня вся страна ты роменов дилярдян ты кинул прямом смысле манушен осознанно ты не отдаешь деньги твой проект он был запланирован и задуман ты о себе сначала подумай разберись за свои вопросы за свои проекты за за свои долги из-за которых тебя люди проклинают днем и ночью еще раз говорю тебя это не должно касаться я с тобой лично поделился ахони я еще о других людях с тобой говорил и о пятых и о десятых ты почему о них не говоришь ты почему о них говоришь ты рассказывал что у тебя москве и вообще доступ с властями любой вопрос решишь по всей россии это о чем говорит это о чем горит что-то любой вопрос решишь по россии о чем говорит о том что тут связан плотно роенца и хочешь отказаться от всего этого так выйди в эфир и скажи или поставите записи которые туман угрожал перцам угрожал всячески провоцировал саня если ты не прекратишь заниматься вот этим вот клоунадом да то тебе люди в любом случае приговор вынесут за твой образ жизни за твое поведение за твое кидалово за твои вот эти наговоры ты можешь выставлять днем и ночью но это тебя больет грязью это не достойно не по-мужски я тебе еще раз говорю я говорил где-то что-то что-то на хоню похолят я тебе еще раз говорю я тебе говорил телефон что я на него недоволен да я тебе говорил о нем но это не было для того чтобы себя ты защитил этим или распространил приедь тебя зовут челябинск приедь дай объяснение там тебя никто не застрелит и никто зарежет как ты собирался хоню побить москве помнишь ты говорил не получится побить еще что-то у тебя группа альфа есть для чего ты эти вещи говорил а себе лучше подумай там бахталы ромалы достал этот рябиненок